В эфире Диспозиция. Это Гагарин. Поехали. В последние дни многие эксперты настойчиво предрекают усиление противостояния в Украине. Ожидают чуть с ней генеральное сражение. Есть некоторые признаки интенсификации конфликта, которые касаются Беларуси. К примеру, на порядок выросло количество полетов боевой авиации НАТО у границ нашей страны. Все воздушные суда, которые находятся в воздушном пространстве, которые мы видим, они подъезжают радиолокационному контролю. Да, полеты авиации на сопределе увеличились в несколько раз, в два, даже в три раза увеличились. В том числе и с западной стороны наращивается авиационная составляющая. Но нам это не мешает. Мы все видим, мы все наблюдаем и все выдаем. Видят, конечно, и нас. Очень внимательно наблюдают. На недавнем белорусско-российском мучении при перелете отечественного военно-транспортного Ил-76 над нейтральными водами совсем рядом вдруг оказались гости из летных рядов Альянса. Вот они на видео. Тоже, к слову, военные из разных стран в НАТО вместе летают и на Земле тренируются энергично вместе. В общем, ничего нового мы не явили планете, когда стали активно развивать региональную группировку войск. Да и условия сейчас такие, что без боевых компетенций иные соседи на тебя, как на кролика, будут смотреть и прокрессы всходней все будничней повторять. У россиян сейчас накоплен гигантский опыт. И ребята, которые на полигонах готовят, это ребята, которые прошли через реальную горячую зону и хорошо понимают, что может понадобиться. И очень важно, что белорусские братья не только создали фантастические условия, но и сами вместе с нами готовятся, учатся. Так оценил увиденное на белорусских полигонах российский журналист Владимир Соловьев. Он приезжал к военным на несколько дней. Раньше телеведущий бывал и в районе боевых действий на Донбассе. И прекрасно понимает, что значит толковая подготовка для солдат и командиров. И что значит обучаться тому, что действительно нужно на войне. А именно грамотный подход отмечают все, кто сейчас тренируется на учебных полях в Беларуси. Без шелухи и пауз здесь учатся. Занимаемся в целом в течение дня занятиями по боевым подготовкам, предметам, которые характерны для нашей категории. Ну и естественно то, что пригодится. Это определенные моменты при стрельбе, определенные моменты устранения задержек, тактическая медицина. То, что не то, что написано, то, что пригодится по факту. Это уже с опытом наших товарищей. Белорусская армия сейчас словно матрица, которая впитывает опыт россиян и на ходу корректирует программу подготовки, а также совершенствует материальную базу. Она сейчас заточена на помощь в достижении результата при минимальных потерях. На сегодняшний день проходит обучение военнослужащих, как Российской Федерации, так и вооруженных сил Республики Беларусь на едином фоне по подготовке региональной группировки войск. На данном учебном месте, на танковом огневом городке, совместные экипажи, как российские, так и белорусские, выполняют упражнения подготовительных стрельб, выполняют нормативы по тактической медицине, а также отрабатывают вопросы на тренажерах. Дальше они оттачиваются уже в мастерство, на полигонах. А после полигонов лучшим из лучших белорусов доверяется служба по усилению охраны и обороны государственной границы. Ключевое слово здесь – обороны. Обороны. Ее мощь также почувствовал коллега с российского телевидения. Учитывая, что Беларусь сейчас выполняет важнейшую задачу сдерживания и, вежливо говоря, несколько тысяч километров не самые дружеские границы, то Беларусь блестяще выполняет задачу. Так что каждому недоброжелателю надо сто раз подумать перед тем, как он решится на любую провокацию против Беларуси. Европа сегодня вновь проходит такую фазу, когда военные действия зачастую формируют политическую реальность. А на поле боя, в отличие от политических площадок, ошибки не прощаются. Их следует избегать заранее. И более быть, чем казаться. Редактор субтитров А.Семкин